Всем доброго утра, друзья! У меня сегодня, знаете, такое ощущение, что утро уже не летнее, а осеннее. Уже так прохладненько. Сегодня у нас такое, 29 число. Я иду с пакетиком. Кстати, в пакете бокс для подогрева. Вам покажу его, скорее всего, сегодня, а может быть и не сегодня. Всем доброе утро! Этот, так сказать, внепланово, до выходных. Нет, что-то как-то по-другому думала сказать, ну ладно. Решила сегодня записать для вас влог. И некоторые люди мне писали о том, что что ж ты такого делаешь, что у тебя не хватает времени записать какое-то короткое видео. Как такое может быть? Ты прям все уработалось. Ну, понятное дело, что человек это писал в какой-то, знаете, нафихи. Но мне не смешно. Сегодня я вам покажу в принципе, да, что я делаю в обычные будние дни. Сегодня он будет обычный. Сегодня у нас четверг, даже не пятница. Мы с вами идем на остановку, потому что на кораблик вариантов дыма. На платный он с восьми. А еще восьми нет, я иду. Глади, что-то едет. Лишь бы не сбылу. Спасибо. Ого-го! Вот. Чего я говорила? А, мы идем с вами на работу. Идем на остановку. Будем ехать где-то полтора, полтора часа. Где-то так приблизительно. Вот. И потом вам покажу. Кстати, сегодня приеду домой. Еще покажу вам книжку офигенную. Начала ее читать. Посоветовала мне зрительница. За собой ее сегодня не брала. Потому что я ее читаю обычно в маршрутке вечером. Но уже, как думаю, третий день сегодня. Смотрите, кто-то цепочку потерял. Или разгорвал, выкинули. В общем, по вечерам езжу на кораблике платным. Он стоит 35 гривен. Ребята, ну какой-то кайф. Реально. Я вообще не понимаю своих ощущений после того, как мы переплываем реку. Я схожу на берег. Я иду просто улыбаю. Но вот вы сегодня увидите мою реакцию, скорее всего. Сегодня, наверное, тоже поплывем вечером на кораблике. Из последних новостей. Это то, что вчера я ездила в инвитро. И сдала последние анализы, которые мне назначили. Ну, там еще гормоны назначили. Но гормоны чуть-чуть попозже. В общем, пришли результаты. Они не очень радостные, не очень положительные. Знаете, я в этой песне поплакала и снова фиалка расцвела. Вчера трошки поплакала. Сегодня и стало получше. В общем, главное не читать, понимаете. То, что там написано. Не рыться в интернете, потому что еще глубже себя загоните. Это было в моем случае. Даже в руках. Уже устала отвыкла влоги снимать. Поэтому это такое из последних новостей. Немножко вас переверну, потому что неудобно. Рука болит. Топаем на работу. Работаю я, не знаю, мне только что говорила, это или нет. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, с девяти до шести вечера. Ну, потом, соответственно, иду домой. В общем, сегодня весь мой путь вы увидите и поймете, что смысл вот таких вот разговорных влогов каждый день, их просто нет. Такой там хорошо. Лишь бы в обед так жарко не было. Грядут большие перемены, связанные с работой. Но, опять же, да, ты... Ну, я сейчас начинаю фильтровать то, что мне рассказывать, то, что не рассказывать. И пока говорить ничего не буду. Но зато я буду очень-очень стараться. Я думаю, что у меня обязательно все получится. Вот. Такой дорогой я иду каждый день утром. Иду на конечную остановку, потому что иногда там... Вот за этим домом остановка АТБ. Он просто там может не остановиться. Проехать, потому что уже людей забил. И так далее. Что всем, ребята, желаю хорошего дня. Ребята, вот этот бокс для подогрева. Видите, лампочка уже горит. Я грею себе завтрак, потому что утром, к сожалению, я не успела поесть. Пришла на работу раньше девяти. Значит, что я еще успею что-то поесть. Тоже. Здесь, видите, есть ложечка, которая тоже можно... Есть, но она такая пластмассовая. Мне кажется, лучше не рисковать. Вот эти вот такие заклепки с одной стороны, с другой и по бокам. Они закрывают герметично и греются. Внутри два раздела. В одном разделе стоит вот такая вот пластмассовая штучка. Ну, то есть вы, допустим, можете в этот бокс там сюда насыпать какой-то салат, овощи. Там еще вот эта часть такая большая. Насыпать, не знаю, что-то еще. И в этом же носить, и в этом же греть. Ну, вот эту штуку, конечно же, вытягивать. Я не думаю, что эту можно греть. Вот. По времени, ну, вода грелась, не знаю, минут 15-20. Что прям горячая была. Здесь еда, я не знаю, сколько я ее буду греть. Ну, вот я вот так поставила. Сейчас начну работу. И через минут 10-15 гляну, что там, как нагрелась она, не нагрелась. Потому что еду я в нем еще не грела. Вот такой маленький обзор, скажем так. Ну, очень такой он прикольный. Он не горячий сейчас. Ну, может, он потому что только нагревается. Вот. Ну, посмотрим. Тут, кстати, наклейка отклеивается. Но вот здесь, видите, все равно свечение есть. Ребята, всем уже добрый вечер. У нас ветер разыгрался. Они на шутку прям дуют. Дуют так, что чувствуются. Блин, специально я пошла в Масистку, но там было меньше людей. Но не тут-то было. Ладно, смотрите на улицу. Мне так проще идти. Все, ребята, иду опять на кораблик. Там очередь. Хотела вам снять. Шла по телефону, разговаривала. И уже не получилось снять, скажем так. Это наш Масистик большой. По-моему, с этой стороны я вам его... Мамма-мия. Не показывала это. Не показывала. Вот. В обид вам ничего, кстати, не снимала. Вообще не было времени. Быстро сбегала в магазин. Прибежала. В общем, очень много работы. Что самое главное, что самое важное, что мне это нравится. Что мне это интересно. Что я нахожу какие-то новые грани в себе. Что немаловажно. Поэтому, ребята, спасибо тем, кто за меня искренне рад. А куда-то машина поехала? А что, уже мост открыл? Ребята классно делают. А что это? Интересно. Смотрите, поехала машина оттуда. А что, можно? Чуть кисела на стороне. То можно, то нельзя. В общем, ладно, идем на краблик. Потом, как обещала, расскажу свои эмоции после него. Поехали. 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 Ребята, офигенная поездка. Я иду, у меня лицо, как у довольного этого, кота. Или я не знаю, собаки. Кто, еще может быть таким довольным как я? Безумно счастливый человек. Поехали. познакомилась с одной офигенной девчонкой завтра тоже встретимся почти в одно время ездим вот это еще один большой плюс этого катерка эти наши тут посрубали смотрите сколько всего нету все было заросшим все это такое честно говоря ребята я уже так жду когда откроются театры до начнут привозить сюда концерты для того чтобы их посещать наполняться духовно еще больше и больше себя радовать и не быть постоянно в хорошем настроении не временно поэтому ребята будем обязательно этого ждать и и это обязательно сбудется я думаю очень-очень уже скоро всем хорошего вечера а я еще не заканчиваю сейчас приду домой покажу вам книгу вот в принципе вы увидели мой день с чего он состоит рабочий день уже закончил у меня с 9 до до 6 сейчас мясо по сути свободное свое время сегодня иду домой а завтра возможно куда-то пойду погулять в общем посмотрим что будет завтра а пока я иду по прекрасной набережной после прекрасной прогулки здесь у нас это не собачники собираются в общем сейчас вам книжечку покажу но заранее мне хочется именно смотрите какая красота именно в этом месте сказать всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал мы очень скоро с вами встретимся в качестве пояс будет книжка которая вам обещала и так как обещала показываем книжку которая называется магия утра мне почему-то кажется что многие из вас уже знакомы с этой книгой но кто не знаком советую вам посмотреть прежде чем покупать я посмотрела ее электронную версию но все-таки решила что мне эта книга нужна вот в таком бумажном варианте она стоит 125 гривен и заказала в интернет-магазине из запорожья мне ее привезли буквально за день естественно я уже сразу я начала ее читать магия утра как первый час дня определяет ваш успех пока я читаю только историю автора да то есть начало скажем так вот и кстати видите пометки я делаю вот таким вот фомастер у меня есть пометки делаю не боясь потому что в этой книге изначально написано о том что возьмите ручку не бойтесь делать какие-то пометки потому что вернее чтобы потом к ним вернуться вот например улучшить свою жизнь самого себя метод чудесное утро дальше например да вот все что с нами случается не без причины мы сами несем ответственность за выбор наиболее вдохновляющих и повышающих самооценку вызовов событий обстоятельств нашей жизни в принципе как оно и есть даже не помню такую страницу это читал наверно за той которой отмечала да вот да отсюда это читала до 2006 года сегодня конечно тоже продолжу читать ногу вечером мне это делать труднее потому что глаза очень болят устают вот такая вот еще раз покажу обложку обалденная книга есть еще два две таких книги один называется дневник тоже хочу тебя приобрести в будущем а второй уже не помню как называется всего лишь несколько простых действий в первый час после пробуждения изменит вашу жизнь к лучшему невозможно полностью контролировать события происходящего с нами в течение дня но можно правильно распорядиться первым утренним часом измените то как и когда вы просыпаетесь как проводите первый час и вы сможете изменить свою жизнь а именно найти время для личностного роста и подготовки к продуктивному дню снизить уровень стресса улучшить общее состояние здоровья сбросить лишний вес больше зарабатывать осознавать главную жизненную цель и начать жить соответственно с ней я надеюсь на будут выходные за выходные я ее прочту есть много интересных глав например сейчас вам покажу сейчас жизнь с открытым забрала возьмите ручку то что там было скану ведь это сказано позже я взяла ручку раньше здесь цитаты мотивирующие что немаловажно в общем не посоветовала зрительница написала фейсбуке про эту книжку спасибо тебе большое и я советую и вам уже я начала читать и начала восхищаться тем человеком который я написал поэтому поэтому тоже покупайте себе если не хотите покупать или нет у вас возможности она есть в интернете hell l рад магия утра вот начните пробуйте убедительно вас вам предлагаю все теперь точно пока и и и и и